Друзья, добрый день. Тема сегодняшнего урока – зрительный анализатор. Мы с вами знаем, что анализаторы – это те структуры в организме человека, которые позволяют улавливать раздражение из окружающего мира, всячески их обрабатывать и выдавать адекватный ответ на этот раздражитель. Зрительный анализатор, конечно, здесь играет немаловажную роль. Друзья, здесь мы с вами обратимся к строению анализатора. У любого анализатора, акцентирую ваше внимание, есть три отдела – это периферическая часть, проводниковая часть и центральная часть. Задача периферической части – уловить, поймать какой-то сигнал. Задача проводниковой – провести его, то есть в качестве проводниковой части выступают конкретно нервы. А центральная часть – это определенная часть головного мозга, которая ответственна за обработку этого сигнала и формирование какого-то результата, ответа на данный сигнал. Если мы рассматриваем внешнее строение глаза, то мы наблюдаем нечто подобное. Здесь я привел сравнение между глазом человека и глазом птицы. Обратите внимание, у глаза человека присутствуют структуры, которые обеспечивают ему защиту. Во-первых, это веки. У нас с вами два века – верхнее и нижнее. У птиц три века. Вот если вы рассмотрите эту картинку, вы обнаружите, как моргает птица. Даже когда верхнее и нижнее века у нее открылось, возникает ощущение, будто глаз подзернут пленкой. Это так называемое третье веко. Третье веко наблюдается у многих животных. Кроме того, в качестве защитного фактора для глаза выступают веки. Как мы сказали, выступают также ресницы, выступают брови. Они позволяют не проникать различным частицам и не оседать на поверхности глаза, на поверхности роговицы. Также под цифрой 7 здесь на рисунке обозначена слезная железа. Она вырабатывает секрет, который смачивает роговицу и за счет непрерывной циркуляции слезной жидкости обеспечивается поддержание чистоты на поверхности глаза. Если произойдет какой-то застой этой жидкости, то возникает тогда воспаление, что является довольно неприятной ситуацией. И зачастую это служит хорошим субстратом для возникновения какой-то микробной инфекции. Кроме того, если рассмотреть внутреннее строение глаза, мы обнаружим, что у него есть целых 6 мышц. Эти мышцы обеспечивают повороты глаза и, в общем-то, они подконтрольны сознанию. То есть мы можем повернуть глаз в том направлении, которое считаем нужным. Однако внутри самого глаза есть множество мышц, которые не контролируются нами, которые относятся к вегетативной нервной системе. Если рассмотреть вот такой разрез глаза, мы увидим следующие структуры. Значит, у глаза есть три оболочки. Есть наружная оболочка или белковая оболочка, также называют белочная оболочка глаза. Есть сосудистая оболочка, это средняя, и есть внутренняя, так называемая, сетчатка. Наружная оболочка глаза, белковая, имеет характерный беловатый цвет до определенного момента. Спереди белковая оболочка глаза превращается в выпуклую роговицу, совершенно прозрачную. Она должна быть прозрачной и напоминать линзу для того, чтобы пропускать через себя свет и обеспечивать наилучшее видение. Дальше. Дальше по поводу сосудистой оболочки глаза. Она здесь также обозначена. Она питает глаз, да, потому что глаз, как и любой другой орган нашего тела, заслуживает адекватного кровоснабжения, адекватного питания. Ну и внутри, собственно, сетчатка. Сетчатка располагается в самой глубине глаза, и она является как раз периферическим отделом анализатора. Она воспринимает цвет и свет окружающей среды. Давайте представим, что мы идем вместе с солнечным лучом и пытаемся попасть внутрь глаза. Первое, что мы пройдем, это, конечно, роговица. Далее мы попадаем в небольшое пространство между роговицей и хрусталиком. Это пространство называется передняя камера глаза. Она заполнена водянистой влагой и абсолютно прозрачно. Далее, двигаясь вперед, мы доходим до особого отверстия, которое находится в центре радужки. Круглое отверстие в центре радужки. Так вот, это отверстие называется зрачок. Да, зрачок может расширяться, может сужаться, и таким образом он является объективом, который может сконцентрироваться на конкретном объекте. Кстати говоря, да, радужка, мы знаем, имеет индивидуальный цвет. Это уже такой генетически детерминированный фактор. Как только мы с вами прошли зрачок, мы оказываемся у хрусталика. Он является главной прозрачной линзой, через него преломляются солнечные лучи и дальше собираются на сетчатки. Как только мы преломились через хрусталик, мы попали в наиболее такую масштабную, значимую часть глаза, которая называется стекловидное тело. Чем-то напоминает она это тело желе, но вот тоже является абсолютно прозрачным. И, соответственно, солнечные лучи, пройдя через стекловидное тело, достигают сетчатки. Все, что я сейчас перечислил, начиная от роговицы и заканчивая стекловидным телом, является оптической системой глаза. Так называется, потому что все это прозрачное, через все это проходят лучи. Точка наилучшего видения в сетчатке, то есть где лучше всего концентрируются лучи, называется желтое пятно. Да, то есть там лучше всего воспринимается изображение. Есть также слепое пятно, это зона, где выходит зрительный нерв. На картинке он также показан. Теперь я демонстрирую сетчатку. Сетчатка, показанная здесь, да, структура, которая находится там, это палочки и колбочки. Друзья, давайте не путать. Палочки воспринимают свет, колбочки воспринимают цвет. Палочки выделяют пигмент родопсин при попадании солнечных лучей. А колбочки, которых, кстати говоря, бывает три варианта, отвечающие за восприятие красного, зеленого и синего спектра. Они выделяют пигмент йодопсин. Если какие-то проблемы с поступлением в организм витамина А, то развивается заболевание куриная слепота, да, проблема в палочках. У человека нарушается сумеречное зрение, зрение в темноте. Если мы говорим про проблемы с колбочками, то и когда выпадает, допустим, какой-то один спектр из видения цвета, то мы говорим, что у человека дальтонизм. Такое тоже случается, генетическая детерминанта или генетическая патология. Анализ зрительной информации. Обратите, здесь уже мы говорим про проводниковый отдел. Мы знаем, что зрительная информация анализируется в затылочной части, соответственно, больших полушарий головного мозга. Идет некоторый перекрест. Все это на картинке представлено. Ну, это, пожалуй, главное. Друзья, надеюсь, тема для вас актуальная, интересная. А на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.